Температура ровно 2,8 по Цельсию. Поддерживается в этих огромных холодильниках 24 часа в сутки. Доступ к камерам есть только у сотрудников с допуском. В коробках хранится необходимый для больных с сахарным диабетом инсулин. Почти на 4,5 тысячах квадратных метров собраны сотни наименований жизненно важных медикаментов, которые потом отправляются в государственные учреждения здравоохранения по всей Кубани. С этого склада лекарства попадают в краевые больницы и аптеки, где потом препараты получают льготники. Запас медикаментов превышает двухмесячную потребность. При этом уже заключены государственные контракты на поставки лекарств на 900 миллионов рублей. И что немаловажно, по ценам 2014 года. Поэтому в новом году во время колебания курсов валют цены не повышаются, рассказывают Александру Ткачеву сотрудники Кубаньформации, компанией, которую создали в Краснодарском крае, которая по сути стала первым в стране регулятором в поставках медпрепаратов в краевым больницам, поликлиникам, муниципальным аптекам. Единая система госзакупок позволяет создать запас лекарств на несколько месяцев вперед и на это время не зависеть от рынка и держать цены на одном уровне. И даже экономить на покупке препаратов. Мы разыграли 900 миллионов. С 900 миллионов падение произошло на 20%. То есть 180 миллионов есть уже экономия. Если бы муниципалитеты и, скорее всего, больницы бы разыгрывали сами, падения бы такого не было. Следующая остановка Александра Ткачева после крупнейшего в крае склада медикаментов – муниципальная аптека в Краснодаре. Глава региона сразу обращает внимание на цены и сравнивает их с теми, которые установлены на жизненно важные лекарства. – Насколько лекарства выросли за последний месяц? Есть подъем цены? – Жизненно необходимые не изменились абсолютно. То есть они соответствуют нашим предельным ценам. Наш запас позволяет держать еще запасы по ценам прошлого года. – Я обращаюсь к министру, чтобы у нас такая ситуация была и во всех, как и в крае. Мы должны контролировать, смотреть, в том числе и природу подъема цен. Каждая аптека должна доказать, почему она поднимает на те или иные виды лекарства цены. В список жизненно необходимых медикаментов, на которые правительством зафиксированы цены, сейчас входит около 600 наименований. Уже на встрече со своими заместителями, главными врачами краевых и районных больниц, губернатор поручает специальной группе Минздрава вместе с прокуратурой следить за тем, чтобы в бюджетных учреждениях стоимость на эти препараты не повышали и не говорили пациентам, что их нет, а потом предлагают купить по сдельной цене. – Рост цен на лекарства государственной аптечной сети не превышает в настоящий момент уровня инфляции составляет от 2 до 8%. Самое главное, в крае нет дефицита лекарств для федеральных льготников. Через государственный аптечный склад мы обеспечиваем все районы края необходимым количеством лекарств для льготников, причем нередко даже в долг. Так что любые заявления врачей, что нет денег на лекарства, чистой воды, я считаю, просто преступление, по-другому не скажешь. Кстати, тех врачей или персонал, кто будет спекулировать на этом, мы будем эти действия расстоянивать как преступные действия, которые дискредитируют здравоохранение Кубани. Подчеркну, у нас есть все необходимые медикаменты. Без малого 4 миллиарда рублей бюджетных денег. Именно столько выделено в этом году на закупку лекарств для льготников, докладывает Александр Ткачеву в Краевом Минздраве. Поэтому, когда запасы на складах закончатся, поступят уже новые упаковки с лекарствами. Мы готовы считать действительно каждую таблетку, каждый раствор. И я думаю, что мы справимся с той задачей, которую вы для нас поставили, чтобы жители Кубани были обеспечены медикаментами. Государственные учреждения, подъем цены, который возможен, он будет только в рамках дозволенного. Также открыто в Минздраве три горячих линии, на которые мы готовы отвечать. Также в каждом муниципалитете есть, работают горячие линии. То есть, если на жизненно необходимые важные препараты будет подниматься цена, мы готовы выезжать туда с проверками. У нас уже отработан план работы совместно с прокуратурой. Пока главные врачи крупнейших краевых больниц не разошлись, по своим кабинетам губернатор еще раз напоминает. Лично видел на складе тонны лекарств. Поэтому жалобы от людей на то, что в больницах не выдают льготные рецепты, отказывают в положенных препаратах, будут расценивать как профнепригодность. Особенно возмутительно, что в ряде районов задолжали основному поставщику лекарств внушительные суммы за льготные медикаменты. При том, что субсидии на их покупку уже выделили. Если человек на месте, неважно, сколько он работает, 20, 30 лет или один год, если он профессионал, относится к своему делу ответственно, за период его пребывания в должности главного врача ЦРБ происходит какие-то изменения, что-то строится, чистота, порядок, зарплата. Значит, мы должны всегда поддерживать такого главного врача. Я надеюсь, так же и думают и главы администрации. В жизни любого муниципалитета здравоохранение – это ключевая социальная задача. Поэтому, если там просветает хамство, недоработка, грязь, ничего не происходит годами, гнать надо, гнать, какие бы не были заслуги. Это ключевая, очень жизненно важная функция на территории любого муниципалитета. Фонд вместе со страховыми компаниями добился, чтобы в больницах, в поликлиниках стояли посты качества, где пациент недовольный приходит и жалуется. В результате у нас уволено 15 главных врачей, у нас уволено 8 заместителей и глав по социальным вопросам. У нас практически в половине лечебных учреждений произошли замены, вплоть до увольнения по статье ответственных работников, экономистов и бухгалтеров. Те, которые как раз непосредственно должны следить за финансовой составляющей. Пример как раз эффективной работы приводят первую краевую клиническую больницу, которая недавно получила статус научно-исследовательского института. При том, что бюджет в прошлом году не был увеличен ни на рубль, здесь продолжают внедрять новые технологии и проводить сложнейшие уникальные операции. До того, как начали строиться федеральные центры, мы на 4 года опередили страну. И если Путин говорил, что надо увеличить количество операций на сердце в 4 раза, мы увеличили их в 20 раз. И поэтому мы увеличили количество пролеченных на треть. Количество операций на сердце в том году было более 2200 открытых и 6600 операций в общем. Мы постараемся в 2015 году не уменьшить количество операций, а их увеличить. Поэтому где будет стоять запятая в крылатом «казнить» нельзя помиловать. Зависит от всех, кто работает в регионе в области медицины. Статистика последних 10 лет показывает, что работа эта улучшилась в несколько раз. Если в 2005 году было 33 тысячи просроченных рецептов для федеральных льготников, сейчас всего 108. Но должно быть не одного. Ставит точку в разговоре Александр Ткачев. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Валерий Пятов, Антон Калиниченко, Кубань-24, Краснодар.